ОЧИЩЕНИЕ ХРАМА Очищение храма Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 25 стих. «Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и валов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано, ревность по доме твоем снедает меня. На это Иудеи сказали, каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ, разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи, сей храм строился 46 лет, и ты в три дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке. Размышления, часть первая. Праведное негодование. Евангелие от Иоанна, 2 глава, с 13 по 17 стих. Внутренний двор храма превращается в скопление алчных торговцев, что мешает людям поклоняться, и поэтому Иисус предпринимает решительное действие. Нас может смущать этот факт, ведь разгневный Иисус не вписывается в наши стереотипные представления о добром пастыре. Но Библия ясно говорит, что гнев сам по себе не греховен. На самом деле можно оставаться благочестивым и в гневе, если этот гнев праведный. Божий святой гнев направлен на все, что против правды, справедливости и истины. Для меня огромное утешение знать, что гнев Иисуса проявляется сильнее всего тогда, когда Он видит, как обижают других людей. Мы также должны бороться с проявлениями несправедливости в этом мире. Большинство из нас испытывает гнев, когда нас обижают. Но чувствуем ли мы то же самое, когда видим, как обижают других? Гнев может быть Божьим даром, если побуждает нас действовать справедливо и любить милосердие. Я нахожу, что значительная часть земного служения Иисуса состояла в том, чтобы объяснять духовные истины на примере физических реалий. Проблема в том, что часто мы настолько зациклены на материальном, что нам трудно проникнуть взором дальше этого простого измерения. В этом отрывке, говоря о разрушении и восстановлении храма, Иисус на самом деле имеет в виду не здание, а собственное тело. Однако люди, которые почти все время проводят в храме, настолько сосредоточены на своем земном благополучии, что оказываются не в состоянии узнать того, на кого указывает все, что в храме. Трагично, что они так близки и в то же время так далеки от истины, которая находится перед ними. Если физическая реальность настолько доминирует в вашей жизни и мыслях, что не позволяет распознать духовную реальность, которая за ней стоит, просите, чтобы Бог помог вам узреть невидимое. Молитва Бог, ты облегся в человеческую плоть и обитал с нами, но прожил жизнь без греха. Твой гнев был направлен на тех, кто поступал несправедливо с людьми и Богом. Пожалуйста, помоги нам. В гневе быть подобными тебе. Во имя Иисуса Христа я молюсь. Аминь.